Приветствую вас! Давайте разберем ваш вопрос. Как правильно расстаться с мужем? Я с мужем вместе уже около 30 лет. Я хочу с ним расстаться, но не знаю, как правильно это сделать. Как только я начинаю говорить ему про расставание, он угрожает мне покончить с собой. Собственно, наверное, в вопросе было что-то еще, но вы не дописали или может быть не прогрузился текст. Вот, соответственно. Очевидно, это не вся история, не весь вопрос, но по крайней мере на данный момент это единственная информация, которая есть, которая, ну, на которую можно опираться, скажем так. Вот. И соответственно, на мой, по крайней мере, взгляд, вам нужно в первую очередь, как мне кажется, обратить внимание не на то, как правильно расстаться с вашим мужем, а больше обратить внимание на то, куда или ради чего вы со своим мужем расстаетесь. Самое, что если вы, допустим, не уверены, куда вы идете, если вы не уверены, куда или к чему, например, вы уходите, то естественным образом вас будет отвлекать все, что угодно. Потому что вас легко отвлечь именно в силу отсутствия мотивации уходить. То есть вы, вот, не раскрываете, к сожалению, причин. То есть, ну, вы не говорите, например, о том, почему вы хотите с ним расстаться. Может быть, как раз из-за его манипуляции, может быть, как раз из-за его такого победения, несколько неадекватного по отношению к вам. Может быть, еще какие-то моменты есть. Но вообще я вот первое, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это именно на мотив. Именно на мотив того, к чему, ради чего вы уходите и хотите уйти от своего мужа. Понимаете, человек может угрожать, что он покончит с собой. Ну, никогда, наверняка. Конечно, мы не знаем, правда ли человек это сделал, это или это просто угроза, вот. Как правило, как правило, все-таки те, кто хотят покончить с собой, об этом не говорят. А просто берут и делают это. Вот. Но здесь все равно никогда нельзя быть до конца уверенным на сто процентов, что человек действительно там этого не сделает. И ваши опасения относительно того, что он может с собой что-то сделать вполне понятны, вполне понятны. Но только это как бы не отменяет того факта, что не очень понятно. С одной стороны. Почему вы хотите расстаться с мужем, а с другой стороны. А с другой стороны, вот, расстанетесь усилием, да, и что вы будете делать. То есть, куда вы, условно говоря, направите свою энергию, ради чего вы, повторюсь, с ним расстаетесь. Вот на эти моменты я рекомендовал бы вам обратить свое внимание, потому что именно ваша, так называемая, субъективная сторона в данном, как мне кажется, случае, ну не совсем играет на пользу. Вашим, ну скажем так, желанием. То есть, вот, если бы вы понимали бы четко, что вам не нравится, куда вы идете, куда, в смысле, к чему, к чему вы идете. Вот. То ситуация была бы нам, намного, намного проще для вас понятнее, понятнее, понятнее для вас. Вот. А так, конечно, вы чувствуете себя в неопределенности. И это порождает и тревогу, как мне кажется, вот, и другие и прочие не самые приятные аспекты, на которые вам, ну, конечно, сложно, как бы, ну, сложно не обращать внимание. То есть, как бы, вас, в принципе, можно понять вас, можно, вам можно подчувствовать, вот. Но, как бы, мужа вам не, мужа вам не изменить, а его вам не переделать. А вот, свое отношение изменить вы вполне себе можете. Это вполне себе возможно. И получается так, что зависит все, по большому счету, от вас. Поэтому, если вы хотите, например, разобраться в себе, если вы хотите, допустим, ну, поисследовать, себя, вот, обращайтесь, обращайтесь за помощью, да, обращайтесь на психотерапию. Вот. Ну, ну, или лучше сказать, за психотерапию. Вот. И, соответственно, мы вам поможем. Поможем. Вот. Эм. 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 Буду благодарить вам. Эм. Эм. Обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация ваша будет разрешена самым лучшим образом. Обратно. Подписывайтесь на наш канал.